В Узбекистане создали очень мощные выгодные условия финансовые, прежде всего, поддерживают единоборство и многие спортсмены из бывших союзных республик и прежде всего из России, кто не сумел стать первым номером сборной России, ушли выступать за Азербайджан. И посмотрим на Бесика Кудухова, относительного неудачника Олимпийских игр 2008 года, ехал фаворитом, ехал выигрывать 255 килограммов, посмотрим, как будет выступать он в более тяжелой для себя категории, очень скоростной, взрывной, ртутный спортсмен, чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр. Как он проиграл японцу, самоклад фактически сделал, два раза себя так наказал, уму непостижимо, думаю, что и сам до сих пор и не поймет, что с ним случилось. Ну, эмоции, эмоции, Олимпийские игры, вы знаете, это такой барьер тяжелый. Не всем удается преодолеть его, а уж добиться таких результатов, каких добились Александр Карелин, Александр Медведь, это легендарные наши тяжеловесы. Или Бувасар Сатиев, которого мы уже вспоминали в нынешнем нашем репортаже. Сколько двукратных олимпийских чемпионов стремилось в третий раз выиграть с Олимпийской золотой. Ну, вот не дается оно, крайне редко. И так есть захват за ногу. Было видно, что сейчас опасно левой ногой близко подошел Кудухову азербайджанец. Хороший по ходу на кат, сориентировался. Кудухов сделал и два балла его преимущества. Ой, какой отъезд с верхней точки, у меня аж голова закружилась. У Гусейнова и Зелимхана на Олимпиаде в Пекине пятое место в итоговом протоколе. Высокоростный, 181... Нет, он 81 года рождения. Ну, ростом повыше Зелимхан Гусейнов, чем Кудухов. 174 сантиметра рост Кудухова и 164, а у Гусейнов на 10 сантиметров выше. Очень хороший сайт Международной Федерации Любительской Борьбы. Есть там такое подразделение Датабаза, где собираются данные о всех борцах, о всех их официальных выступлениях. Классный, конечно, переворот сделал в партере. Можно любоваться многократно. Смотрите как. Начинал вроде бы атаку азербайджанец, как подловил Кудухов. Так вот выходит, думая, как что сделать азербайджанец во втором периоде. Кудухов в своей манере рвано-скоростной. Быстро перемещается по кругу. Благо, площадь ковра позволяет ему вот его эти качества выигрышные использовать. Знаете, вот чувствуется, что потяжелело. О, хороший какой вход. И на спину бросок. Очень красиво, вы знаете. Потрясающе выигрывает. Потрясающе просто. Ну, вот этот 3 балла, то, что сделал. Посмотрите, как заставляет просто в неудобное положение ставит азербайджанец. Азербайджанца некуда деваться. Еще Нахалюга утащил его с красной зоны, чтобы не уходил. Любопытно, почему не дают баллы. Столько раз заставляет азербайджанца переходить с одной руки на другую. В опасном положении ну, сколько минуты, наверное, продержал. Это, конечно, обескураживающая атака была. Такая скорость и мощь. Вы знаете, вписал что-то неплохо в эту категорию. Любопытно, что будет. Ну, эмоции не сдержал. Гусейнов. Обидно, конечно, так. И налетался, и накувыркался там внизу. Я продолжу свою мысль. Мавлет Батиров доделывает встречу, дорабатывает у духов. Так фантастически накануне Олимпиады года два вообще равных не было. И так оступился в Пекине. Ну, главное, чтобы урок на пользу пошел. Зелимхан грубит, и на месте арбитра надо бы призвать его все-таки к нормальной борьбе. Честный. Куда деваться-то? Проиграл. И так вот с досадой как будто вот мог что-то сделать. Очень ярко отборолся кудухов. Любопытный соперничество Мавлета Батирова. Хотя я слышал, что Мавлет предполагает попробовать себя в категории до 66 килограммов. И вы знаете, он же все-таки олимпийский чемпион весит 55. Затем после Афин выиграл весит до 60 килограммов золотую медаль. Еще раз смотрим. Красивый бросок. Но с верхней точки видно только падение само. Знаете, почти на лопатке хлопнул. И вот почему сейчас вот за эти перевороты за бросок два балла почему не давали балла. Вот для меня загадка. Я иногда вот эти нюансы правил не понимаю. В общем-то они достаточно часто в борьбе меняются. Сложно даже и запомнить сколько раз перемелись. Но сейчас же четко вот можно было оценивать бросок два балла. Вообще вот за такие амплитудные броски я бы давал больше баллов. Чтобы стимулировать сразу дать баллов пять. Ну красиво же почти на спину шлепнул. Иди борись там потом по баллу собирай. Еще раз смотрим. Красотища какая. Хлопать. Посмотрите с прыжком акробатически вбил одной лопаткой только. И вот эти перевороты почему арбитр пропустил вот раз пожалуйста через